Омские полицейские раскрыли две кражи из магазинов. В первом случае орудовал мужчина. Его интересовали золото и мобильные телефоны. Во втором случае женщина. Она специализировалась на нижнем белье. Преступление зафиксировали камеры видеонаблюдения. Наши корреспонденты изучили материалы. Этого мужчину задержали по подозрению в краже. Он уже был неоднократно судим за аналогичные преступления. Несмотря на это, просят отпустить на свободу и даже находят для суда аргумент. По версии следствия, обвиняемый орудовал в торговых центрах Октябрьского округа. Схема всегда была одна. Преступление зафиксировали камеры видеонаблюдения. Вот обвиняемый просит у продавца посмотреть золотую цепочку. Примеряет ее и убегает. Задержали злоумышленника по месту жительства. Его узнали полицейские. В каждом из данных торговых комплексов установлены камеры видеонаблюдения, просмотрев записи с которых сотрудниками уголовного розыска был установлен гражданин, совершивший данные хищения. Им оказался ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления Амич 1981 года рождения. Общая сумма ущерба – 380 тысяч рублей. Всего 4 кражи. На суде подозреваемый признается – все деньги потратил на женщин. То, что в торговых центрах есть видеокамеры, не заметил. А на преступление пошел, потому что продавцы его спровоцировали. Ну, сами дают, то есть, посмотреть вот так. То есть, что не надо, ничего забирать. Просто взял посмотреть, держал и все. А из золота что вот вы взяли? Там цепочка или колье? Цепочка. Дорогая такая, да? Ну, я не помню, уже точно стоит. Ну, прилично стоило. А похищенная куда девали? Продал в БАД. В один и тот же? Да, в один и тот же, да. А деньги тратили? Ну, так, в основном с девушками. А в советском округе полицейские раскрыли кражу нижнего белья. Заявление в дежурную часть написала хозяйка магазина. Она сообщила, что товар исчезает два дня подряд. Общий ущерб предпринимательница оценила в 5400 рублей. В ходе отработки продавцов, а также при просмотре камеры видеонаблюдения, установленных в торговом комплексе, расположенном по улице Заозерное, участковыми и полномочиями была установлена личность данной девушки. Ей оказалась 27-летняя жительница Советского округа, ранее судимая за совершение имущественных преступлений. В настоящее время подозреваемой избраны меры пресечения в виде заключения под стражу.